Простая металлическая трубка, стоящая на подставке. По резиновому шлангу к ней подается горючий газ. А чуть пониже середины проделаны отверстия для воздуха. Поднесите к верхнему концу горелки зажженную спичку. И газ загорится бецветным пламенем. Оно очень горячее. 2300 градусов. Изобретатель этой горелки, Роберт Бундзен, жил в прошлом веке. Много лет он был профессором химии в маленьком немецком городке Хайдельберге. Однажды осенью 1858 года я заметил, что кристаллик поваренной соли, попавшей в пламя моей горелки. Окрасил пламя в желтый цвет. Известно, что поваренная соль образуется из хлора и натрия. Очевидно, в пламени горелки она распалась на составные части. Но что же окрасило пламя в желтый цвет? Газ, хлор или металл натрий. Чтобы узнать это, я стал погружать в пламя другие соли. Те, в которых есть натрий, но нет хлора. Сода, желтый цвет. Глауберсальц. Глауберсальц. Тоже желтый. Натриум бромикум. Бромистый натрий. Опять желтый. Но может быть и другие металлы способны окрасить пламя горелки. Например, раствор сельвина. Соединение хлора с калием. Оказалось, что не только сельвин, а все вещества, в которых есть калий, дали фиолетовый цвет. Значит, желтый цвет признак натрия, а фиолетовый калия. Я почувствовал, что за этими простыми опытами скрывается что-то важное. И стал испытывать металлы один за другим. Литий. Красное пламя. Медь. Зеленая. Так может быть, это новый способ химического анализа? Если мы хотим узнать, например, есть ли в каком-нибудь веществе калий. Нам скажет об этом фиолетовое пламя. А если оно сделается желтым, значит калия нет. Есть натрий. Так можно будет узнать химический состав любого вещества. Но оказалось, что это совсем непросто. Раствор солей натрия, например, давал желтый цвет. А тот же раствор с примесью лития, тоже желтый цвет. Очевидно, натрий так сильно окрасил раствор желтый цвет, что глаз не смог уловить красный оттенок лития и фиолетовый оттенок калия. Как же помочь глазу? Тут я вспомнил, что цветные стекла или жидкости могут пропускать одни цвета и задерживать другие. Синяя краска, например, задерживает желтые лучи. Я стал рассматривать пламя через стаканчик с синей краской. И сразу заметил различия в цвете. Синяя краска поглотила желтые лучи. И пламя, в котором была поваренная соль без примеси, как будто вовсе исчезла. Там, где была примесь лития, пламя казалось малиново-красным. А там, где был подмешан калий, оно казалось пурпурным. Я очень этому обрадовался и вооружился целой коллекцией цветных стекол и жидкостей, чтобы расшифровать все сигналы, которые возникают в пламени горелки. Но вот я увидел. Соль и лития, малиново-красный цвет. Соль и стронция, тоже малиново-красный. Опять два разных вещества, а цвет один и тот же. И никакие цветные стекла и жидкости не помогли мне отличить пламя лития от пламени стронция. Об этих неудавшихся опытах я рассказал профессору физики нашего университета Густаву Кирхгоф. Узнав о затруднениях Бунзена, я вспомнил знаменитый опыт Ньютона. Ньютон пропускал световой луч через стеклянную призму. Соль и лития Воспользоваться такой призмой, чтобы исследовать свет от газовой горелки. Если пропустить пучок света через узкую щель, а затем через стеклянную призму, она сразу же разгадает сигналы, которые не разгадали цветные стекла и жидкости. Вскоре Кирхгоф принес мне свой прибор, который он назвал спектроскопом. Он сделал этот прибор собственными руками. Коробка из-под сигар, стеклянная призма и старая подзорная труба. Вот все, что ему понадобилось. Трубу он разделил пополам, и обе половинки вставил смежные стенки этой коробки. А внутри находилась призма. Мы сразу же стали испытывать новый прибор. Это было изумительно. Каждый раз, когда пламя меняло свой цвет, менялся и спектр. И все они оказались не такими, как солнечный. В каждом были свои разрозненные линии. Наконец-то мне удалось узнать, чем отличается пламя лития от пламени стронца. В спектре лития одна красная линия и одна оранжевая послабее. А в спектре стронция несколько красных, оранжевых и желтых линий и одна голубая. Если вы увидите желтую линию точно в том месте спектра, где ей полагается быть, вы сразу обнаружите натрий. Если у вас две красные и одна синяя линия, вы можете быть уверены, что в пламени есть калий. А если в спектре оказалась красная линия, зеленая, синяя и фиолетовая, значит, в пламени есть водород. Да, это был ключ к разгадке химического состава любого вещества. Ключ, необходимый химикам и физикам, биологам и астрономам. Субтитры создавал DimaTorzok